Да, я не знаю, кто говорит, что вы мужчина, кто говорит, что вы женщина. Так, ура, у меня работает инстаграм. Супер! Я вам покажу, что вы получили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что мне показалось, что... Ну, я прочитала информацию о том, что... Ну, фейковой информации очень много, во-первых... И я не могу сказать, где правда дело, но... Типа, Китай отказал помощи России... Я на этом я просто... Это просто... У меня такая паника началась. Я даже... Вот я не накрасилась. Я полдня вот провела прям в горе... Вот в горе-горе-стом. Прям в горе-горе-стом. Потому что... Это, конечно, не дай бог... Если... В этот момент... Вот Китай... В лучшем случае, если помогли... Но если даже не помогут... Неплохо, если бы они держали нейтральную такую позицию... Но если они... Эта страна предаст... То это будет просто... Очень жестко. Это будет очень жестко и очень... Я просто... У меня вот... Какая-то паника немножко охватила. Но, зная китайский менталитет... Знаете, они... Говорят одно... Они поступают... Они никогда не поступают открыто. То есть, они делают все... Очень скрыто. Поэтому... Я думаю, что они не... Афишируют, может быть... Но они умеют делать вот все... Как-то... По-умному. Понимаете? На это нам очень надеюсь. И поэтому я вышла сегодня, Чтобы каждый человек... Который сейчас... Вот, знаете, у нас такое... У людей... У людей... Сейчас такая... Такая неправильная позиция. Позиция радости. А радости чему? Чему пока радоваться нечему? То есть, министр... Россия не борется с Украиной. Не то, что с Украиной. Это очень плохо все, я сказала. Не то, что не борется. Конечно, эта страна... Это моя любимая страна моя. Наша вообще Украина. Она стала полигоном каким-то... Ну, для политических игроков. Для больших игроков. Это мы все понимаем. И мне очень жаль. Это мне очень жаль. Вот. И я не вижу войну с Украиной. Я вижу войну абсолютно с другими силами. Абсолютно с другой страной. Да? Вот. Я в телеграмме, кстати, очень много всего разместила. О том, как... Они создают... Вот. Как они борются с правдой. Как они распространяют... Американцы. Вот. Как они распространяют... Например, курильщик. Вот. Табак был запрещен. Да? Табак от табака... Вред. Большой вред человечеству. И вот, когда хотели его закрыть, как они вышли из ситуации, даже убедили людей. То есть, говорить, что табак не вредит, нельзя было. И тогда они прибегли к какому-то очень... К такому очень... Ой, боже мой. Специалистам, которые, значит... И эти специалисты были высокопоставленные какие-то чиновники, которые сказали, создайте батл. Как бы противостояние. И все должны говорить. Так что... Мы не знаем, вредит табак или не вредит. Вот. И пусть этот дуэль. И люди... Отвлеките людей таким образом. Как бы вот это... Пускай будет дуэль. О том, что вот одни будут говорить, вредит, а другие будут доказывать другое. А третьи будут говорить, ну мы же не знаем, табак вредит или не вредит. Понимаете? И таким образом. А потом им это очень понравилось. Вот. Это дало очень хороших результатов. Люди хотели, конечно, курить. И поскольку ответственность не на себя взяли, а переложили на производителей, ну там же говорят, что вредит или не вредит, значит, можно курить. Понимаешь? Вот так вот они сделали. И потом они во многих вещах начали проводить такую политику. Поэтому уже... А так, все вышло. То есть, что она не загружалась. Это 111. Слушай, 111, да. Все говорят, что я никогда не пробовала. Хочу попробовать тоже. Маленькая цель. Это не... Я за дуэль, что-то где. Я за дуэль. Я за дуэль. Я вообще никуда еду. Мне надо носиться. Привет из Сибири. Сибири, привет. Леночка, привет, моя дорогая. Привет, моя хорошая. Хор. Вот этот момент, вот сегодня то, что прочитала, мне прям немножечко как-то вот так расстроило, что сегодня даже накраситься просто не смогу, потому что тогда, если на самом деле сейчас дела это, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, каждому надо сейчас молиться, потому что... Это тогда вот пропадет вся вот это бывшее советское пространство СССР. Это коснется всех. Это просто многие не понимают, что может быть со всеми. Потому что из-за того, что они хотят в ЕС или хотят, не хотят дружить с Россией, это им не поможет. Никому не поможет по 100%. Я в этом уверена, потому что эти люди, они предатели. И я не хочу говорить про всех американцев плохо и про всех американцев плохо. Там в Америке, знаете, есть очень хорошие люди тоже. В основном, но основная вот эта вот банда просто сатанистов, это вот Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где просто решаются очень плохие, скажем так, для мира вещи. Вот, и я не за это, не я, я против этого. Я вас в Телеграме не нашла. Так я выставила мой ТР-код вроде бы так. Скачайте, я не буду здесь общаться. Здрасте, Марина Александровна. Туда поддержим. Ну, я прошлась, прогулялась, обратно уже решила, увидела метро. И зашла в метро, обратно уже в метро. Сделала тест. Просто выйти сегодня не хотела, я так расстроилась сегодня. У меня такая была, у меня прям депрессия сегодня началась. Жуткая депрессия. Господи, Господи, вот это, как важно, кровь был. Каждый должен смолиться другу, чтобы... Чтобы исход был для всех хороший. Не только для России, Исход, если для России будет хороший, значит для всех будет хороший. Я так считаю, я искренне так считаю. Так, поеду на остановочку. Вот на городе у нас кто-то ест, и я поняла, что это город. Глава. Глава-глава. Глава-глава-глава. Да, подробно и спайдер. Ребята, мои хорошие, не надо будет быть. Вот сейчас, сзади, тут кто-то похож? Потому что адеквата встанет. Адеквата встанет. Адеквата встанет. Адеквата встанет. На городе у нас куда-то исчезло. Доктор Путин вылечил всех. Доктор Путин. Всё, давайте, я попозже зайду. Ну, сразу зайду после того, как с тобой не говорим. Потому что ей надо очень хорошо.